По этим шпалам гулять безопасно. Раньше они были частью маршрута Рязанского трамвая, однако его закрыли 10 лет назад. Большую часть рельса шпал демонтировали, но кусочки истории еще можно увидеть в нескольких местах на улице Черновицкой. Сейчас они лежат посреди зеленой зоны. Рязанский трамвай построил нефтезавод в 1963 году. На нем сотрудники предприятия добирались до работы и обратно. Однако уже в середине 90-х необходимость трамвая отпала. Тогда он стал коммерческим, а затем в 2007 году муниципальным видом транспорта. Александру повезло, он смог прокатиться в небольшом вагончике в последний день существования трамвая. 15 апреля 2010 года. Сделал это осознанно, даже прогулял несколько пар в университете, чтобы проститься с транспортом, на котором катался последние два года. Пустой трамвай, его заливал солнце. Ну, в общем, было все крайне красиво и даже несколько сказочно, что ли. Это была какая-то романтика поездов. То есть ты едешь под вот этот вот, хоть не такой сильный, но все-таки стук колеса рельсы. Да и никаких пробок, никаких заторов, никаких светофоров. Это тоже было круто. Трамвай – это экологически чистый вид транспорта. В Рязани его маршрут проходил исключительно в районе городской рощи. Он начинался около Политаевского рынка. Валерий ездил в трамвай с четырех лет. Вместе с семьей каждый выходной посещал дачу в поселке Сосоево. Отмечают, что в выходные маршрут пользовался большой популярностью. С сумками, с тележками, с баулами. Собственно, там всегда было очень много людей. Все были дачники. Мы все, собственно, заталкивались в этот небольшой трамвайчик и ехали, наверное, минут 20 до дачи. Такой один из видов общественного транспорта. Он соединял довольно такую, наверное, непопулярную ветку от Политаевского до дачных поселков, до кладбища и до Центролита. Однако маршрут все равно не был рентабельным. По заявлениям властей, на его содержание тратили 1 миллион рублей. О возрождении рязанского трамвая говорят давно. Однако пока конкретных решений принято не было. В качестве альтернативы бизнесмены Санкт-Петербурга предлагают построить надземное метро. Соответствующую петицию, в которую включен и наш город, он написал на имя президента. По словам предпринимателя, существующие виды транспорта не способны решить транспортный коллапс. Заинтересуются ли идеи власти Рязани, пока неизвестно.